Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на проекте Мазин Холиплей, это первый сервачок. Вся информация, как начнется мы играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите. Но сегодня, пацаны, у нас получится интересный видосик, в котором я вам расскажу, как реально можно заработать, если вы только начинаете играть на проекте, то есть это реально рабочий способ, то есть я вам расскажу, каким образом можно заработать себе бабки на вот, например, такую крутую машину, как BMW M5 M90, как у меня. Если вы новичок, то вам видео это будет очень полезное, если вы уже олдовый игрок, либо опытный, я вам тоже советую посмотреть, вдруг вам что-то, в принципе, понадобится, вдруг что-то будет полезное, поэтому всем рекомендую посмотреть это видео, потому что я вам расскажу просто секрет успеха, пацаны. Можете поставить лайк, подписаться на канал, ну и, конечно же, вводите мой промокод, пишите MM, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. Давайте, пацаны, уже добьем 2000 промокодов, за этот промокод вы получите неплохие плюшки, а именно бабочки, поэтому вводите промокод, качайте уровень и забирайте свои бабки. Реально промокод самый крутой, поэтому вводите, и вы не пожалеете. Я думаю, всем давно интересно, типа, как же подняться все-таки, тем более я уже играю на проекте 6 лет, то есть, мне есть что вам рассказать, как бы у меня были и бизнесы, шо мне только не было, и 12 машин у меня было, то есть, я был одним из самых богатых, по сути. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, давайте я вам расскажу все по порядку. Сначала вам, конечно же, нужно зарегистрироваться, получается, на проект, то есть, на сервачок. Я играю на первом, поэтому можете заходить туда, я вам с радостью, в принципе, помогу потом в будущем, поэтому заходите, ребята, на первый сервачок Red, и можете также вводить мою фамилию. Первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, зарегистрироваться, вы заходите, как бы, вводите никнейм, только вводите РП ник, потому что, если будет на РП ник, то вас могут просто-напросто забанить. Поэтому вводите именно РП ник, то есть, имя, фамилия. Первое, что вам нужно сделать, это ввести промокод, потому что за промокод вы получите потом в будущем 450 тысяч, пацаны. Там, на пятом уровне вы получите 150 тысяч, и на, по-моему, десятом уровне вы получите 300 тысяч. То есть, реально, с промокода вы получите очень много денег. Следующее, что вам нужно сделать, это пойти на какую-то работу и заработать себе деньги, чтобы у вас были права, чтобы вы могли нормально передвигаться по серверу и вы сразу же идете и берете работаете на шахте потому что шахта это самая такая нормальная работа для новичка особенно в x2 там очень прибыльно работать там за час можно заработать с обычным скиллом примерно 250 300 тысяч я считаю это очень круто поэтому эта работа самая такая актуальна для рыжика то есть для новичка там вы спокойно сможете за час заработать себе бабки на права чтобы издать на все категории и потом работать дальше других работах либо просто передваться по проекту также есть такая тем как ежедневные задания за которые вы можете каждый день получать деньги немного но будете получать получается вы нажимаете кнопку ай а именно русская буква ш и там будут ежедневные задания которые вы можете выполнять из этих заданий вы каждый день будете получать бабки то есть это реально очень тоже классная темка если вы выполните все задания то есть там три задания дается в день если вы три дня подряд выполните все задания, вы получите 250 тысяч. То есть за 3 дня вы получаете 250 тысяч, если выполняете все задания каждый день. То есть это реально круто, то есть вы в неделю можете зарабатывать, ну если повезет, конечно, зарабатывать 500 тысяч. То есть за 6 дней вы можете зарабатывать 500 тысяч. После того, как вы заработали деньги и как бы сдали на права, вам нужно какое-то жилье, по сути, чтобы вы не появлялись постоянно на вокзале. Вы можете сказать, надо купить квартиру, либо дом. Дом покупать дорого, а квартиру покупать невыгодно, потому что за него придется очень много оплатить. Самый лучший вариант это вступить в какую-то семью. Можете как бы вступать в мою семью, как бы у нас есть машины, у нас как бы все бесплатно, ранги бесплатно, то есть ничего платить не нужно, то есть реально у нас очень выгодная ФМА, и вам там будет максимально комфортно. Ну, если вы не хотите к нам идти, можете пойти в другую семью, в чем плюс семье. В том, что вам не нужно будет как бы платить, допустим, как за квартиру, вы просто можете спамить машину возле гаража. Вы просто берете, идете в автосалон, допустим, покупаете машину, которого вам хватает по бюджету, и вы сможете спокойно ее спамнить возле, получается, гаража семьи, и вам не нужно будет тратить деньги там на квартиру, на оплату квартиры. То есть это очень выгодный вариант, и я вам все советую так делать. В первое время вам придется работать либо на шахте, либо на автобусах, кому как понравится. Но потом, когда вы уже вкачаете десятый уровень, вы сможете работать дальнобойщиком. А на дальнобойщиках работать очень классно, потому что ты работаешь просто на фуре, как бы и зарабатываешь бабки. Но все, конечно, зависит от скилла. Вот у меня, допустим, сотый скилл, и я этот скилл качал 8 месяцев. И на сотом скилле я получаю за час 500-700 тысяч. А вы, когда только придете на дальнобойщике, вы будете зарабатывать за час, ну, примерно 100-150 тысяч. Но постепенно вы будете качать скилл и зарабатывать все больше и больше каждый день. Поэтому эта работа считается одной из самых выгодных. Но если вы не хотите ждать десятый уровень, вы можете просто пойти работать на рыбалку. На рыбалке тоже можно неплохо зарабатывать, но там нужно вкачать хотя бы десятый скилл для того, чтобы нормально зарабатывать. Если хорошенько позаротить, десятый скилл можно вкачать спокойно за неделю. Но, пацаны, там работать не выгодно. Почему? Потому что изначально вам придется тратить деньги на удочку, на наживку. То есть это реально там 50 тысяч нужно тратить будет в час, если не больше. То есть это не особо выгодно для новичков. А лучше пойти работать дальнобойщиком, потому что там вам не нужно будет именно как бы жестко вкладываться по бабкам. Вы просто вступаете в компанию и работаете, либо арендуете. Но я вам советую вступать в компанию, потому что в компании будет работать намного выгоднее. Как бы вы вступаете в компанию, берете там фуру, бесплатно абсолютно, и просто там за каждый рейс отдаете там 10-15% от суммы. То есть это не сильно много, это намного выгоднее, чем брать машину в аренду. Поэтому всем советую, если будете работать дальнобойщиком, идите в какую-то компанию и просто там работаете. Платите маленький процентик, зато будете работать как бы на фуре и спокойно зарабатывать бабки. Если вас крашнет, то вам не придется обратно арендовать машину. Также есть такая темка, как перекуп, но для перекупства нужны бабки, пацаны. Вы сами в доме понимаете, чтобы заниматься перекупом, нужен хотя бы как минимум 1 миллион. Этот 1 миллион, как я сказал, вы можете заработать либо на рыбалке, либо на дальнобойщиках, либо с помощью промокода и ежедневных заданий. То есть реально, пацаны, можно заниматься перекупством, но чтобы им заниматься, нужно хорошо знать, получается, экономику и политику на авторынке. То есть вам нужно хотя бы пару дней побегать, поизучать, поспрашивать у кого-то, что сколько стоит, чтобы потом не лохануться. Поэтому просто там, как я говорил, фому вступаешь просто и у людей интересуешься, сколько эта машина стоит, сколько эта машина стоит, какой тюнинг ценится, какой не ценится. То есть вам сначала, если заниматься перекупством, нужно посоветоваться с другими людьми, либо Просто побегать пару дней по Анашану И посмотреть, как люди продают машины И за сколько Потом у вас есть лямчик, и вы там начинаете заниматься перекупством Но сейчас, пацаны, летом я считаю это невыгодно Потому что на серваке мало людей На Анашане раньше там, допустим, зимой Было 30-50 человек А сейчас там 10-15 человек То есть не особо выгодно им на летом заниматься перекупом Но, в принципе, можете попробовать Возможно, у вас что-нибудь получится Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сказать Поэтому, пацаны, просто, если вы новичок Реально, послушайте меня Все, что я сказал, как бы, выберите для себя путь Который вам понравится Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Надеюсь, я смог кому-то помочь Поэтому, пацаны, я вас всех люблю, обнимаю Как бы, постараюсь каждый день выпускать видосы Поэтому подписывайтесь на этот канал И давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков Я вам буду очень сильно благодарен